Всем здравствуйте! Мы идем по улице Богдана Хмельницкого, бывшая госпитальная. Богдана Хмельницкого это Молдаванка. Из прошлых своих видео я поняла, что не все поняли, что такое Молдаванка. Молдаванка это не улица. Молдаванка это район, как черемушки в других городах. У нас тоже есть черемушки. Молдаванка один из старейших районов Одессы. Я также обещала рассказать, почему Молдаванка называется Молдаванкой. Молдаванка называется Молдаванкой, потому что когда появилась в Одессе зона Порто-Франко, вот эта дорога, по которой мы идем, она идет с Молдавии в Одессу. Или наоборот, с Одессы в Молдавию. Поэтому район начали называть Молдаванка. В основном на Молдаванке жили не молдаване, а больше всего жили евреи. Вот я вам покажу. Смотрите, вот такой дворик. Вот это вот чисто, да, Молдаванка настоящая. Больший процент здесь жили евреи. Конечно же, жили и молдаване, и греки, и итальянцы, и украинцы, и русские, и казаки. Но в основном жили евреи. Молдаванка, она как бы считалась как бы бандитским районом. Ну, здесь была своя жизнь, свои правила, свои законы. На Молдаванке раньше было семь синагог. Также были и православные церкви. При синагогах были школы еврейские. И при церквях были школы, которые учили детей бесплатно. Чем еще знаменита Богдана Хмельницкого? Богдана Хмельницкого, бывшая госпитальня, Ее описывал в одесских рассказах Бабель. И у него был такой персонаж Беня Крик. Беня Крик – это прототип Мишки Япончика. Ну, я думаю, Мишку Япончика все знают. По Бабелю Мишка Япончика жил именно на этой улице по адресу Госпитальная 23. Богдана Хмельницкого 23. Но на самом деле Мишка Япончик жил не здесь. Он жил тоже на Молдаванке, но на другой улице. Я расскажу потом. Мы будем проходить двор Богдана Хмельницкого 23. Сейчас мы пока что идем по стороне Четной. Сейчас, 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 сейчас. Ой-ой-ой. Мы идем по стороне Четной. А потом перейдем через дорогу. Может, даже здесь перейдем? Здесь перейдем. Да. Знаменитая еврейская больница. Да, я вам покажу. Это вот та еврейская больница. И знаменитая в Одессе еврейская больница. Ну, мы не будем поворачивать. Я просто покажу. Одна из первых в Одессе. Построена, основана в 1802 году. Третьем. А, да хорошо, 1802. Ладно. Это не имеет значения. Она была построена и называется еврейской, потому что она была построена для евреев. Тут лечили только евреев. Первые 20 коек было в селе. Да, вначале было только 20 коек. Но потом постепенно... За 90 лет увеличилось на 240. И также стали брать уже, не смотрели на национальности и брали уже всех. Ну, вот мы идем как бы вдоль. Мы внутрь не будем заходить. Там очень много корпусов. Она, собственно говоря, не сильно изменилась со времен... Царских времен. Царских времен, да. Ну, может быть, там, конечно, что-то стало современное. Аппаратура стала современная. Ну, это понятно. Но корпуса остались... Ну, корпуса остались старые, как во многих старых больницах, как, например, на Слободке есть бывшая областная. А теперь просто больница. Все строилось до революции. Все корпуса стоят. Это что, получается, все стена еврейской больницы. Да. Вот это все стена еврейской больницы. Вот типичные... Ну, не было на Молдаванке трехэтажных домов, в принципе, никогда. Это уже при Сталине или при Хрущеве стали такие... Я думаю, что это еще до Сталина. Да? Да. В основном не было, но кое-где появилось. Ну, потому что это считался один из не очень богатых районов, скажем так. Вот, потому что люди начали приезжать, чтобы торговать, заниматься контрабандно. Ну, и также начинали строить. И тут уже развивался свой бизнес. Бизнес-сознан. Стоян. Да. Миша Япончик. Калорийку. Красенаж. Да, это был на самом деле. Так. Значит, за Мишу Япончику, что я вам хочу сказать. Настоящее имя Миши Япончика. Мойша Янкель Мэйр Вольфович Винницкий. В общем, короче, Мойша Винницкий. Родился в 1891 году. Умер, вернее, погиб, его убили, когда ему было 27 лет. Но убили его не в Одессе, а под Одессой. Как там назывался город? Вознесенск. Да, не в Одессе. Вознесенск. А где это? Прилично. Ну, какая разница? Вознесенск, да. В Вознесенске есть даже памятник. И вот в каком-то парке там есть памятник. И там написано Миша Япончик. Мойша. Ну, я не знаю, как там написано, но памятник. В общем, или табличка есть. Что дальше? За него, говори. За кого? Как он погиб. А, как он погиб. Значит, Миша Япончик, он же был бандит, вы понимаете? Налетчик. Налетчик, да. Он грабил только богатых. Бедных он не трогал. Что ты хочешь, а я стала? Ну, так я говорю. Что ж ты меня все время останавливаешь? А, ну так мы дойдем, я потом расскажу. Вот, двадцать третий номер. Это по Пабелю. Здесь жил Беня Крик, король Одессы. Вот я вам покажу. Двадцать три. Вот двор. Мы не будем его сильно разглядывать. Я вам просто покажу. Двор двадцать три. Вот это дворик. Я вам чуть-чуть показываю вкратце. Ой. Что-что? Да? А, там еще есть один двор? Да, это же Матюшка. А, спасибо. Я просто рассказываю, что здесь по Пабелю Беня Крик жил. Вы слышали, что здесь по Пабелю Беня Крик была свадьба. Его жену звали Циля. И у них была дочь потом. Это я наперед забегаю. Вот двор. Так что у Бени Крика здесь была свадьба. Как он погиб, ты мне не рассказал. Ну, сейчас я расскажу. Куда ты меня гонишь? Мы что, куда-то спешим? Так. Беня Крик, когда сидел в тюрьме, он познакомился с Котовским. В семнадцатом году Беню Крику выпустили. Он собрал свою банду. Ну, там машина едет. Идем, проходит. В общем, вот этот дворик мы покажем. Сейчас выключаю я. О! В общем, короче, мне муж сказал быстро говорить. Рассказываю. Беня Крик собрал свою банду. Вернее, у него была банда. И он объединился с красными, чтобы защитить Одессу. Потому что Петлюра шел на Одессу. Они собрались, поехали на поездах. Был бой. В общем, короче. И банде Беня Крик, банде Мишки, Япончика, это все надоело. Они стали постепенно разбегаться. И Беня Крик, ой, Мишка Япончик, решил захватить поезд и уехать в Одессу. Они сели, поехали в Одессу. Ну, красные их нагнали. И Мишку Япончика убили. Вот так он погиб. Вот так он погиб. Прямо в поле, в городе Вознесенск. Потом его там и похоронили. Но потом там его лучшие друзья приезжали, заставляли выкапывать, чтобы удостовериться, что это действительно был Мишка Япончик. Потом того, что мы его несколько раз что-то там раскапывали, чтобы удостовериться, что это именно он. Ну, и там поставили табличку и памятник, что все-таки это он. И сейчас там какой-то парк. Я не буду утверждать это. Я как бы по слухам, по то, что мы читали, что мы знаем. Что, скажи, что это такое? С интернета. Ну, в том числе и с интернета. Какие-то улицы запрали? Вот. Это, значит, Богдана Хмельницкого. Мы дальше уже не пойдем. А сейчас мы... А, что ты хочешь пойти дальше? Конечно, потом. Ну, сейчас мы... А, хорошо. Вот я вам сейчас покажу. Эта улица Запорожская. Вот там. Там Миша, Мойша Япончик, родился в девятом доме. Номере. У нас в Запорожском. Вроде бы, как говорили, что одиннадцатый. Вот там вот Запорожская. Я не знаю, нумерация. А, вот прям на углу, пожалуйста. Вот видно со стороны Запорожской. Ну, так уже можно было сразу показать, чего уже ходить вкругами. Ну, вот дом номер девять, оказывается. Где на самом деле родился Мишка Япончик. Так, вот когда на Хмельницкого мы продолжаем идти. Вот видите, все домики двухэтажные. Есть и трехэтажные, да. Вот, видите, вот такая вот. Это молдаванка. Чисто молдаванка. Настоящая. Ну, конечно, здесь сейчас такого нет, как было раньше. При царе, горохе, при революционерах. Да. Ну, в общем, про Мишку Япончика я вам рассказала. Вы поняли, да. Он когда погиб, он был 27 лет. У него была жена и дочка. Жена... Также у Мишки Япончика было еще три брата и сестра. Братья потом, по-моему, воевали. Погибли, два погибло во время войны. Ну, я уже такие тонкости не помню. А жена, по-моему, уехала тоже. С Одессой после смерти Мишки. Мой еще, да, дом такой интересный. Это он через дорогу показывает, будет понятно видно. Я думаю, я ответила на вопрос блогеров, которые хотели узнать за Мишку Япончика. Места, где он грабил, я, естественно, показать вам не могу. Ну, да, лондонская она стоит, есть. Это на Приморском бульваре. Я много раз показывала, так что... Также он грабил графов, князей. Бедных он принципиально не грабил и наказывал своих бандитов, если кто-то грабил бедных. В общем, о Мишке Япончике можно много говорить, хорошего или плохого. Это каждый сам делает свой выбор. Многого мы не знаем, многое забылось. Я рассказала то, что я как бы помнила, то, что узнала, то, что немножко подняла материалов. В Одессе есть музей одесской истории. Есть много книг про Одессу. Но уже много искажено все-таки, потому что теряются материалы, старые архивы пропадают, сгорают. Поэтому иногда очень трудно восстановить истину. Но по некоторым писателям и песням можно определить некоторую правду. Например, вот есть такая песня. Я часто ее пою, я ее люблю. И все бендюжники вставали, когда в пивную он входил. Он это... Костя Моряк. Как оказывается, вы знаете, кто такие бендюжники? Бендюжники, это, если просто сказать, это... Брусчики в порту. Это сильные мужчины, крепкие, крепкого телосложения. Почему бендюжники? Предположительно, была такая... Телега. Телега. Она называлась бендюк. Эта телега очень мощная была. Она выносила полторы тонны. И вот бендюжники на этих телегах вывозили товар, который привозили в порт. А теперь вот я вам скажу вот такую маленькую тонкость. Когда в пивной он входил. Значит, в пивной бендюжники сидели для того, чтобы хозяева шалант, их нанимали разгружать товар. То есть, Костя был не обычный моряк. Предприниматель. Скорее всего, он был предприниматель. Потому что обычный моряк не мог зайти нанимать людей, чтобы разгружать шаланды. В песне поется шаланды, полные кефали. То есть, пришло несколько шаланд. Скорее всего, Костя моряк был хозяином этих шаланд. И он нанимал бендюжников. Вот по данным Мельницкого, 92. Так что, вот видите, из песен можно узнать много интересного. Так что, Костя, моряк? Ну, это не моряк. Это предприниматель. А, а шаланды, это такие большие лодки были плоские, деревянные. Тоже очень мощные. И они вывозили груз. Рыбу. Да, ну, в основном рыбу. Ну, может быть, еще что-то. Ну, в основном рыбу. Ну. Я думаю, я сегодня и так много всего наговорила и показала. Не знаю, интересно вам было или нет. Сегодня у нас четверг, да? Такое число десятое. Да, десятое, завтра одиннадцать, а завтра у меня пенсия. Муж скривился. О, тут шаурмишная такая. Сегодня родилась Долина. А, да, кстати, сегодня день рождения у Долины. Лариса, она одесситка. Она родилась не в Одессе, да, Долина? Они потом жили, переехали в Одессу. Не знаю. Ну, училась она в Одессе, да. Жила в Одессе. Первые ее песни и первые рестораны были в Одессе. Так что мы, Долина, Ларисочка, мы с тебя с днем рождения. Одесса тебя помнит. А мы заканчиваем.